так мы поставили палатку на хребте крака почти 1000 метров высота ночь была достаточно теплая и сейчас мы спускаемся по южноуральской тропе с хребта крака вот такой вот он полукруга интересной формы спускаемся и уже по долинам идем в сторону белорецка и горы малиновая вон она видна просвете наше будущее цель тоже порядка 1000 метров гора ну вот это наверное уйдет около дня путешествие до нее четвертый день нашего путешествия мы вышли с криптах а с вершины крипта карака где стояли высоте 1000 и так вот на данный моем 114 километров четвертый день опускаем снова и в путь сегодня ожидается погода не очень вот уже видно что пучки затягивают но наш путь туда в район белорецка и коры малиновой вон она зашли к реке белой тут уже туристское туристское движение вот они скала 7 братьев ну красиво конечно ну как-то что-то замусорено участок тропы спуск к реке белая проложен практически какой-то еле видимой тропе но главное использовать навигатор иначе тут очень легко сбиться с маршрута подошли к броду который на тропе обозначен как брод ну принципе как бы в теплое время и просто снять кроссовки на на можно перейти но либо мы пойдем 3 километра ладно мы не будем рисковать мы идем вокруг там есть мост арский камень смотрим что на себя представляет 127 километров брод находится брод находится 127 километров сначала тропы у нас да можно у кого-то будет по-другому база отдыха арский камень здесь я так понимаю может наверно остановиться но только заранее но мы в этот раз идем мимо большая территория и вид на орех орех грязь мы там были и так в деревне арский камень магазин только здесь магазин который по карте там чего не существует поэтому тропа подразумевала что к магазину и это но мы решили что можно здесь срезать потому что смысла туда не нету раз там нет магазина магазины и повернем жители деревни арский камень не слышали про южноуральскую тропу они помнят что какие-то люди приходили что-то краской рисовали но подробностей не знают маршрута не знают говорят что белорец совсем другую страну но мы идем строго по тропе вот она кафе мед кафе мед которое нам говорили тут гостевой дом плавец работы с 9 21 она на трассе белорец кафе мед меню все цены также здесь есть жилье 700 рублей за номер то желающий может здесь свидание желающий может остаться заночевать вот в этом домике уютном мы дошли до села азикеева и наш путь вот был оттуда и теперь нам нужно вот туда прямо видна гора малиновая нет ни она немножко правее вот но мы сейчас здесь имеем сто сорок семь километров время ровно 16 03 получается это ровно четыре часа мы вышли 22 июня и сегодня у нас четыре часа 25 июня мы сейчас съездим белорец потому что надо морально подготовиться к следующему этапу который еще сложнее выше и уже вернемся сюда завтра до встречи 26 июня понедельник 9 11 147 километров у нас пройдено раньше мы шли в формате спид хайкинга то есть легкие палатки сейчас еще решили облегчиться ну белорецкий отправили на почте себе домой палатки спальные мешки теперь у нас нет ничего для ночевки только одежда для переодевания и еда и начинаем наш старт в этой деревне который вчера мы закончили маршрут дальше на таганай и люк и златоуст сейчас на гору малиновую до знаменательная цифра на часах 150 километров в районе белорецка получается что от банного до белорецка ну 150 километров и получается в итоге но сегодня я думаю будет пошустрее хотелось бы в это верить последние метры подъема на гору малиновая третья вот уже совсем чуть-чуть осталось 1120 метров показывают барометр без рюкзаков решили подняться малиновая 1126 метров на сто шестьдесят третьем километре сто шестьдесят третий метр большой узел жальской тропы а где-то там белорецк а вон от наш от народа смыришь похода конечно не самая лучшая надо двигаться двигаться надо успевать дожур болота бежим дожур болота от малиновой режим от дождя режим от дождя режим от дождя режим от дождя и идем дальше 171 километр южноуральской тропы вернее уже бежим а не идем до вершины елангаса два километра что же отлично время три часа дня набор за сегодня тысячи метров показывает 184 мы не знаем 1024 высота сейчас да где-то здесь должен быть родник судя по карте а может быть и нет так вот мы встретили группу туристов из монитогорска с таким вот существом чё как жизнь наверное еще никак да не уже отличную ночь здрасте 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 ялангас Я лонгоз! Мы вместе с облаками! Жалко, что не видно окружающие панорамы. Но где же наша малиновая? Вон она, да? Да, вот она. Малиновая третья. Монтао, в облаках. Не видать ее завтра, увидим, может быть, все будет хорошо. Вниз с Ялангаса в район Журболото. Погодка, конечно, типичная уральская, северно-уральская, я бы сказал, но не южно совсем. Впереди какая-то интересная гора, скальная. Буду потом посмотреть на карте, что это. Называется Евушкина тропа. Спуск с Ялангаса в сторону Журболото. Впервые нам встретилась каменная река, то есть завала камней, он же Курум. Курумная река. Пойти по ней можно, но аккуратненько. Пока еще дождь не сильный, то можно идти. Наш путь вниз к Журболото. Ну вот участок к Журавлиному болоту или Журболото. Он, собственно, является болотом. Прямо полноценным болотом. Поэтому пройти здесь к сухому, ну, нереально, можно так сказать. Надо понимать, что ноги будут всегда в воде. Без вариантов. Хотя тут, конечно, обходы какие-то нарисованы, но выглядит это все вот так. Скоро уже на подходе к приюту в Журболото, где-то рядом. Наступил этот момент. 200 километров на часах. Но они что-то заглючили, поэтому эта цифра не совсем достоверная. То есть, наверное, на самом деле чуть меньше. Потом будет понятно. То есть это не доходя до Журболота, но, скорее всего, нет. Скорее всего, это где-то после Журболота. 200. В итоге 505 551 метр набора за эти 200 километров. Что еще? 42 часа движения. 3 минуты. Собственно, вот этот трек текущий. Вот оно. Так же долгожданное журавлиное болото. Затерянный в горах, возле Елангаса. Маленький поселок. Вот этот приют у Радика, который посоветовал нам Раис Габитов. Большое ему спасибо. Знаете Раису Габитова? Не знаю. Не знаете? Вот он. Я всех знаю. Налицо. Такой вот приют у Радика. Здесь водичка, печка, палати. Три кровати, вернее. Двое палати. Ну, чем богаты, тем и равны. Зато вид на горы. Вот такой вот на кордоне у Радика в приюте банька есть. Можно помыться. Сегодня солнечный день. Мы идем вперед. Снова к собакам и горам. Три Hmong. Скажем как? Осторожно, не подходи. итак остался вдали кордон вернее приют у радика идем в сторону кордона мисселя приют у радика с баней обошелся в три тысячи ночевка по тысячи человек и тысячи бани вот такие вот сценки надо учитывать в этом месте идет форсирование реки терлян по камушкам но смысла смысла суши сухих кроссовок то и нету трава все равно еще мокрая вот он кордон миссели или мисселя что-то как-то выглядит не очень вот мисселя топится банька что-то мы как непонятно вот такая вот дорога ведет на инзерские запчатки со стороны терлянами селей ну в общем все понятно и тогда то есть транспорт только газ 66 и подобное других вариантов нет не в без идет дорожка но это не решение проблемы уже 3 объезда сделали вышли вы вышли мы от жур болота в ровно 8 утра время 11 42 27 июня такой приют такой даже не приют а просто ну укрытие устроено да есть мангальщик мангальница есть бутылка воды aqua plus впереди инзерские зубчатки прямо за лесом так вот развилка развилка на машак мисселя и жур болота откуда мы пришли и на инзерские зубчатки два километра сейчас быстро туда сбегаю я надеюсь и вернемся обратно на большую южно-уральскую тропу так мы дошли до зубчаток инзерских зубчаток тут ребята идут делают уральского барса а мы просто идем по южно-уральской тропе большой южно-уральской тропе так вот мы дошли все-таки за эти инзерские зубчатки здесь каменный цирк без танцов нам же тоже дают что-то снимем панораму прям вот на край да а вниз с инзерских зубчаток надо бежать время нам нужно успевать до вечера верхний аршинский иначе мы заночуем где-нибудь в лесу прямо после инзерских зубчаток тропа идет свежевырубленная можно сказать свежеподготовленная в лесу то есть достаточно бурелом и расчищены местами укладывается направление только по меткам других вариантов нет тут даже трек не помогает местами нет вообще ничего никаких никаких следов даже тропы но меточки спасает спасибо цифровому двойнику мы так поняли что это он назвал так эту часть тропы вот он хищник южного урала и вообще урала залез по часы будем сейчас его извлекать ниточку вот она операция по излечению оп и все и все ну что валера в добрый путь нет я надо сжечь ну блин нечем жить подъемную гору мошак медвежья такой вот серпантину покрытым мхом и камнями что у нас там по 33 километра сегодня прошли высота 1220 время 4 часа дня продолжаем движение по южно-уральской тропе скоро до что там ничего себе ахаха манжерские зубчатки вон не далеко далеко мы только что были там а а теперь здесь вот там снега это ямантау видно большая гора со снежниками карабкаемся по курумным полям вершины машак вернее курумное поле еще впереди это разрушенный вершинный гребень я так понимаю вершины машак она же медвежья так наверно вот высшая точка нет да надо посмотреть а то проскочим мимо ямантау зубчатки вижу и вот он и ремель наш путь туда большой ремель а дальше там он что-то теряется уже да вон они идут пробираемся по курумным полям горы машак ну конечно тут с рюкзачком легкохода можно с рюкзачком легкохода можно тут немножко быстренько передвигаться не знаю будет ли что-то слышно а может ничего не слышно дует конкретно северный ветер холодный а хорошо водичка курумниковск 1268 метров итак мы спустились с курумных полей вершины машак ну достаточно так долго это все занимает действие имейте ввиду что очень много времени на это потратится потому что ну лазанье такое сложное особенно спуск подъем то он быстро спуск тяжелый и долгий поэтому да почти час это еще с легкими вот такими вот рюкзачками с тяжелыми очень как бы грустно и медленно ну и курум по большому счету полностью то и не кончился он все равно участками здесь будет но уже не такой страшный если вы думаете что если вы думаете что вы спустились горы машак вы с нее не спустились потому что там еще идет крупные уже курумник такие эти лазанье в общем здесь хорошо что он сухой ну вот гора большой кумардак и малый кумардак нам надо спуститься вот все таки в эту долину между ними и там еще нас ждет курумная курумная река она плоская конечно но тоже вопрос и вот при спуске с машака каменная ростюбь курумная река просто гигантская на самом деле она плоская хоть это вот такие объемы ее просто километры плоско навальных камней до сих пор никто не знает как это образовалось много всяких есть версий но понятно что это были разрушены горы но почему на плоскости и как это могло быть непонятно так мы вошли поселок верхний аршинский 48 километров двигаемся мы 12 половина часов время пол девятого очень красивое живописное место мордак малый большой почти на закате приходим где-то нас здесь приют называется приют арша как выглядит сейчас посмотрим что тут у нас есть интересного итак у нас мы пришли в приют арша правильно приют арша вас называют Екатерина у нас хозяйка вот очень такие интересные еловая комната сосновая она реально состоит из зелёвых досок в общем пусть люди потом посмотрят фильмы и пойдут сюда большими-большими караванами потому что ближайшее жилье здесь это только журболото и то там как бы приют такой он дальше уже только Николаевка такой балкон ооо тут ванна для этих какой красивый вид открывается из окна второго этажа итак книги записи приюта арша спасибо за возможность отдохнуть если я смогу пройти весь Урал в этом будет ваш заслуг олег ЧГД 19 мая 21 года ну что красавчик Олег открыта вот вот открыт